Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Накануне дня сотрудника органа внутренних дел Российской Федерации мы пригласили к нам в студию начальника ОМВД России по городу Белгороду Гаенко Евгения Викторовича. Здравствуйте! Добрый день! Евгений Викторович, если говорить о результатах работы, какие итоги можно подвести за первые три квартала текущего года? Хотелось бы сказать, что в целом полицейское ведомство областного центра выполнило главную задачу, то есть мы смогли обеспечить безопасность людей, порядок на улицах, в общественных местах, масса мероприятий проведенных общественных, где сотрудники полиции, сотрудники органов внутренних дел обеспечили правопорядок. Главной задачей является обеспечение принципа неотрасимости наказания и восстановление нарушенных прав граждан. В целом управление внутренних дел эту задачу выполнило. Если позволите, буквально пару цифр я приведу, что увеличилась общая раскрываемость преступлений. Практически на 16% мы снизили количество так называемых глухарей, то есть тех преступлений, по которым лица не установлены. Очень высокая имеет раскрываемость тяжких преступлений, такие как умышленные убийства, тяжкий вред здоровью, разбойные нападения, грабежи, кражи, квартирные кражи, раскрываемость поднимается. Радует то, что снизилась аварийность на улицах областного центра. Погибших, к сожалению, не смогли мы предвартили, 11 человек погибло. В прошлом году таких фактов было 18, то есть снижение, некоторое снижение есть. Стабильная ситуация в обеспечении правопорядка в целом, это, как говорится, результат нашей работы. Евгений Михайлович, а что касается преступлений, может быть, вы чуть поподробнее нам расскажете о раскрытых преступлениях, которые получили достаточно широкий общественный резонанс? Вы знаете, мне иногда, как руководителю, обидно, что наши белгородцы не знают о том колоссальном труде, который, по большому счету, молодые парни, девушки, носящие полицейскую форму, ежесуточно, ежедневно вкладывают для того, чтобы раскрыть то или иное преступление. И вот в качестве примера я приведу буквально два таких факта. В октябре месяце сотрудниками Службы экономической безопасности и противодействия коррупции в воды города была получена информация о том, что некая коммерческая организация планирует за невыполнение своих обязательств в одном из медицинских учреждений города свою недобросовестность исправить в даче взятки. Причем сумма взятки 2 миллиона 280 тысяч рублей. Однако, благодаря своевременно получению информации, взятоказатель был задержан на сегодня возбужденного уголовного дела и Следственным комитетом, Следственное управление по городу Белгороду расследует уголовный отдел. Колоссальный пример, значительная сумма. И таких фактов довольно много, когда именно благодаря своему реагированию полицейскими изобличаются наши взяткодатели. Но вообще борьба с коррупцией это такой обоюдоострый, да? Да. Клинок, что, в общем-то, наказывается не только тот, кто берет, но и тот, кто дает. Вы знаете, по закону, если человеку предлагают взятку, если он своевременно об этом сообщает в органы внутренних дел, то, соответственно, он освобождается от уголовной ответственности. Хотел бы, пользуясь моментом, обратиться особенно к руководителям крупных организаций, предприятий. Вот данный пример показывает то, что своевременно среагировали, и, соответственно, лицо которому, кому давали взятку, у нас будет освобождено от уголовной ответственности. И второй пример, он, может, более длящийся, здесь не такая. Оперативность была в плане времени, но интересный пример. Вы знаете, что вопрос наркотизации в целом в нашей стране стоит довольно остро. Проблема борьбы с наркотиками, она ежедневная. Мы каждый день задерживаем порядка 4-5 человек, которые потребили наркотические средства. Вот была получена информация, что через наш город осуществляется транзит наркотических средств, причем серьезное наркотическое средство, героин. Благодаря слаженным умелым действиям оперативных сотрудников была задержана группа. Причем вся эта группа, лица, входящие в состав этой группы, ранее судимы за аналогичные преступления. Организатором группы явилась оруженка города Белгорода, которая ранее была судима за сбыт у нас в Белгороде. После чего она выехала за пределы города и в другом субъекте нашла себе сообщников, которые также имели криминальный опыт, и начали поставлять все наркотики из другого субъекта. Группа была очень серьезная, определенные связи, пароли, то есть она работала очень серьезно. Вместе с тем оперативники сумели в ходе отработки этой информации изобличить данных участников этой группы. Они все были задержаны, было изъято более 10 закладок наркотических средств по нашему городу, изъято значительное количество героина. Примечательно, что после задержания основных фигурантов данного преступления, часть подельников пытались скрыться. Белгородские оперативники задержали их в Крыму и Западной Сибири. Было возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении организона преступной группы. Также именен состав легализации денег, полученных преступным путем. Эти два примера показывают, что работа идет ежечасно, ежеминутно, можно сказать. И каждый день ребята, которые работают в полиции в УВД города Белгорода, делают все, чтобы жители города спокойно делали свою работу, спокойно жили здесь. Скажите, пожалуйста, а какую работу проводите по пресечению фактов правонарушения и преступлений в отношении несовершеннолетних? Несовершеннолетние, подростки, молодежь, это находится в зоне особого контроля. Соответственно, по ним работают все субъекты профилактики, не только полиция. В настоящее время под надзором находятся три гражданина, которые ранее отбывали наказание за преступления, совершенные против несовершеннолетних. Кроме этого, мы сделали несколько поднаправлений работы. Первое – это работа с неблагополучным семьей. Не секрет, что зачастую сама социальная среда, где живет ребенок, подталкивает его к совершению противоправных действий, особо опасных преступлений. Прежде всего, мы работаем непосредственно с комиссией по делам несовершеннолетних управлений образования, Центром социальной помощи семьи и другими субъектами профилактики проводятся специальные мероприятия, рейдовые мероприятия, участковые, полномоченные очень часто посещают данные неблагополучные семьи. Профработа проводится более чем со 190 родителями, которые оказывают на своих детей отрицательное воздействие. Из них почти 100 семей стоят на профучете. С целью нормализации отношений в семьях зачастую приходится применять меры как уголовного, так и административного кодекса. Так, за недлежащее воспитание своих детей 740 родителей иных представителей было приличено к административной ответственности в этом году. Бывает ситуация, когда дети, которые оказались в социально опасном положении, их приходится изымать, изымать за это слово, с улицы, изымать у родителей и помещать в специальные учреждения. В учреждения здравоохранения, более 50 фактов таких, и в наш специальный центр временного помещения несовершеннолетних. Для проведения с ними работы уже в этих специализированных органах, которые уполномочены проведить работу с указанной категорией несовершеннолетних. Следующее направление работы – это работа, проводимая в учебных заведениях. Более 700 бесед проведено за первых три квартала этого года. В первую очередь идет разъяснение педагогам, родителям и самим детям ответственности за совершение противоправных действий, как не стать, объясняем, жертвой противоправного деяния, как действия в случае совершения преступления в отношении указанной категории граждан. Кроме этого, проверяется пропускной режим, меры по защищенности учебных заведений, чтобы обезопасить наших детей с педагогов от преступного посягательства. В летнее время работали и будем работать, соответственно, в летних лагерях отдыха. Кроме того, что они находятся под охраной сотрудников полиции, охранных предприятий, на постоянной основе там проводились занятия, выставки, спецсредства, вооружения, которые находятся у нас, проводились встречи с сотрудниками полиции, которые имеют государственные награды, которые выезжали для выполнения специальных миссий в составе Миротворческих сил ООН. То есть старались детей привлечь тем, что им интересно, на основе примеров мужества, героизма. Вы упомянули о достаточно плотной работе с учебными заведениями. Не зря говорят, что кадры решают все. Как вы ведете профориентационную работу? Вопрос очень своевременный, и я рад, что я на него могу довольно подробно ответить. Вы сказали хорошие слова, кадры решают все. Мы это поняли очень давно. Поэтому начали работать не только с отбора правила лиц, которые прибыли под службу в вооруженных силах, выпускники высших учебных заведений, а пошли в школы, пошли в средние учебные заведения. Кроме традиционных уроков мужества, которые проводятся при поддержке нашего общественного совета, в высших учебных заведениях, накануне дня сотрудников органов внутренних дел, в трех школах города, это 18-я, 40-я, 46-я, мы создали пять специализированных кадетских классов. Причем профиль будет именно общеполицейский. По единодушному решению коллектива управления полицией города Велгорода, всю форменную одежду мы изготовили, проплатили сами, для того, чтобы уже присягу детвора принимала в форме с символикой принадлежности к силовому ведомству. То есть полностью взяли шефственное деньги? Так точно, да. Сама задумка создания этих пяти классов, то, что занятия в этих классах будут проводить именно полицейские. То есть кроме получения общей образовательной программы в рамках школьной программы, один-два раза в неделю занятия будут проводить оперативники, эксперты, следователи. Сама задумка создания именно такой системы обучения, чтобы дети могли на примере таких же, по большому счету, выпускников этих же школ, как правило, получить первичные навыки правовой работы, получить понятия на живых примерах о людях долга, людях чести. Не об абстрактных героях, которые какие-то голливудские герои, а те, которые родились, выросли на Белгородской земле. Ярчайший пример Вячеслав Воробьев, Бурцев, Валерий Васильевич, герой России. То есть те люди, которые жили здесь, ходили в школу, ходили по улицам города Белгорода, но в нужный момент смогли совершить подвиг. Очень много в составе сотрудников управления, которые имеют государственные награды, которые были в очень серьезных ситуациях, причем получали награды, как выполняя задачи в ходе служебных боевых командировок, так и здесь, непосредственно при открытии преступлений. Я очень надеюсь, что в следующем учебном году желающих из директоров школ будет намного больше для создания подобных учебных заведений по профилю кадеты-полицейские. У нас на всех 27 округах города создаются народные дружины. Вот прокомментируйте участие граждан в охране общественного порядка. На первый план сегодня выходит непосредственно участие граждан в охране общественного порядка. На сегодня на всех 27 территориях уже созданы добровольные народные дружины, и они начали работать. И вы знаете, в ряде территорий значительно, практически в два раза сократилась уличная преступность и количество вызовов с территории. То есть такие банальные нарушения, как хулиганство, распитие спиртных напитков, оно на месте, все это разрешается путем применения мер воздействия законам предусмотренным. Это очень большая помощь как и сотрудникам полиции, так и в целом граждане отмечают с позитивной стороны. Федеральный закон номер 44 определяет форму участия граждан в охране общественного порядка. Как можно сказать, дружинники есть. С целью повышения эффективности взаимодействия у нас заключен договор с Пелгородским городским казачьим обществом. И на массовые мероприятия мы стараемся привлекать членов казачьего общества, которые также патрулируют, обеспечивают охрану правопорядка и влияют на состояние этого правопорядка. Существенную помощь, кроме вот этих указанных общественных формирований, нам на протяжении длительного времени оказывают сотрудники муниципальной стражи. Ежесточные выставляют на службу более 200 сотрудников. И они вместе с полицейскими занимаются также охраной правопорядкой. То есть за счет привлечения сил общественности плотность снарядов увеличится в разы. Значительно идет снижение уровня преступности и правонарушения в этих местах. Кроме вышеназванных сил, активно принимаем возможность членных охранных предприятий. То есть мы с ними взаимодействуем, они получают информацию о ориентировке по совершенным преступлениям. Учитывая наличие ряда высших учебных заведений, с начала апреля текущего года мы начали привлекать для обеспечения правопорядки сотрудников оперативно-студистических отрядов. Кроме этого, получают определенную практику в патрулировании города Белгорода на территории этих учебных заведений. Поэтому только с позитивной стороны могу отметить участие граждан в охране общественного порядка и сказать спасибо тем, кто этим занимается, кто нам помогает. Ну и призвать активнее, кто еще не решился. В Белгороде уже несколько лет внедряется система «Безопасный город». Насколько она эффективна, по вашему мнению? Эффективность этой программы, наверное, переоценить очень сложно. В соответствии с программой обеспечения безопасности жизнедеятельности населения города Белгорода и Белгородской области, определенный комплекс обозначили «Безопасный город». Сегодня на территории города работает 21 видеокамера и 9 кнопок экстренной вызовы полиции. Видеокамеры установлены на самых оживленных магистралях на Богданах, Мельницках, на проспекте Ватутина. Проведен мониторинг более 5000 видеокамер хост-субъектов. То есть мы как бы создали определенную интерактивную карту, где внесены все средства видеоконтроля, установленных на субъектах, на банкоматах, на иных объектах, в том числе в частном пользовании, которые используем для обеспечения охраны общественного порядка. В целом всего в системе контроля под зорким оком видеокамеры больше 11 тысяч таких камер работает. В 18 дворовых территориях на бульваре Первого Салюта установлена локальная система видеонаблюдения. Самая главная задача этой системы, всей системы безопасный город, это профилактика преступлений. Не секрет, что в тех местах, где работают средства видеоконтроля, преступления практически либо не совершаются, либо совершаются и практически сразу же раскрываются. За истекший период года 1922 преступления с помощью видеокамер, кнопок экстренной связи, тревожная сигнализация была раскрыта. Мы стараемся изучать опыт других субъектов Российской Федерации. То, что есть хорошее, вносим предложения в администрацию города Белгорода. Нам идут навстречу, обсуждают эту проблему. Начата реализация проекта «Белгородская остановка», в рамках которой предусмотрено в течение ближайших лет обустроить больше 100 остановок и обеспечить их средствами видеоконтроля. Работа идет. Я думаю, что в дальнейшем, с учетом технического прогресса, она будет еще более активно вестись и способствовать в целом правопорядку на территории областного центра. Завтра у вас профессиональный праздник. У вас есть возможность напрямую обратиться к нашим телезрителям и поздравить ваших коллег с праздником. Спасибо большое. Хотелось бы сказать, что служба в органах внутренних дел связана с большим риском. С риском для жизни, с необходимостью в любое время дня и ночи реагировать на все непростые, нештатные ситуации, при этом соблюдать мужество, выдержку самообладания. Я бы хотел пожелать, чтобы в наших семьях, в семьях всех белгородцев, жителей нашего областного центра царил мир и взаимопонимание. Желаю всем сотрудникам карьерного роста новых достижений, совершений, здоровья и спокойствия службы. Здоровья нашим ветеранам, спокойствия нашим семьям и, конечно, мирных улиц нашему родному городу, городу мира добра и благополучия. Всех с праздником. Мы присоединяемся к поздравлениям. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был главный полицейский города Белгорода Гаенко Евгений Викторович. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Редактор субтитров А.Семкин